С 6 по 8 июня в Казани проходила конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Участники из более чем полутора тысяч компаний страны, в том числе представители Мининформполитики Чувашии и Национального телевидения, обсудили состояние цифровой экономики и ее перспективы. Подробнее в следующем сюжете. Блокчейн, бигдата, экономика данных. Эти слова мы все чаще слышим с экранов телевизоров. Что они означают и что несет нам цифровое будущее, обсуждали спикеры конференции ЦИПР. Одни грозили тотальным контролем нашего поведения, цифровкой сознания. Другие же, напротив, были настроены очень оптимистично. Цифровая экономика, она, это как раз, наоборот, уход от вот этой централизации, когда вы, на самом деле, каждый из вас, вот человек, например, есть, да, здесь где-нибудь в Иннополисе или в Казани, который, например, левша и умеет потрясающим образом производить очень специфический продукт, но рынка этого региона ему недостаточно, чтобы джистифицировать свое существование, так сказать, и свою жизнь. Но теперь, имея доступ на маркетплейсы, мгновенный, без всяких каналов и маркетинга, он может предлагать это всему миру. И в этом смысле это создает огромную возможность для людей не концентрироваться в федеральных центрах, там, в городах, да, а, наоборот, разъехаться обратно в регион и, наконец-то, заняться хобби, которое приносит деньги. Именно поэтому говорят, что цифровая экономика, она делает человека счастливым. То есть, на самом деле, дает ему возможность заниматься тем, чем он хотел бы заниматься, но раньше не имел такой возможности. Кроме обсуждения развития IT-отрасли, технологий связи, цифровизации различных сфер промышленности и сельского хозяйства, на конференции обсудили и место медиа, и, в частности, телевидение в цифровой экономике. Телевидение никуда не уйдет. Мне просто кажется, что будущее современного телевидения в ток-шоу, в интерактиве, в прямом эфире, где каждый зритель может стать участником этого ток-шоу в любую минуту своей жизни. И чем больше зрители смогут интегрироваться в этот контент, становиться участниками этого контента, тем больше они будут его смотреть. Помимо посещения лекций, гости смогли протестировать технологии виртуальной реальности, оценить новые технологические разработки российских компаний и даже пообщаться с роботом Алисой. Оксана Очкасова, Андрей Шоклев, Республика.